Израиль оккупирован Филистимлянами То есть им дают там жить Все, никто их не угоняет в плен Как Вавилон Но они под оккупацией Им запрещено иметь свою армию И вот здесь Хитрые Умные филистимляне Поступили Следующим образом Смотрите Стих 19 В стране израильтян тогда Не было ни одного кузнеца Потому что филистимляне Опасались Как бы евреи не сделали себе Мечи и копья Поэтому что сделали с кузнецами Вот если они были А потом их не стало Истребили их Чтобы кузнецов не было Чтобы никто не мог научить Никого Кузнечному делу Потому что Будут кузнецы Появятся мечи и копья Нет кузнецов Простой человек не способен Изготовить меч Все израильтяне Должны были ходить К филистимлянам Чтобы затачивать Затачивать свои Сошники Мотыги Топоры Серпы Ну и так далее Всю сельскохозяйственную Вот железную Утварь Стоило это По две Третьи шекеля И так далее Поэтому когда Началась война У людей с Саула и Анафана Не оказалось Мечей и копий Только у Саула и Анафана Были Мечи Знаете эту историю Прекрасно И вот открывается Больше Больше чем раньше Но перед этим повторюсь Что Кузнечные дары В церкви сегодня Перенося это Сюда сейчас 2016 Апостол Пророк-учитель Это первые Тридара Которые Поднялись В новой Первой церкви И описаны В первом послании Коринфянам Через пять лет В послании Ефесянам Появляются еще Евангелист И пастор Которых не было Ну вот так скажем Не было Пять лет назад Вначале был Апостол Пророк-учитель Если Взять Так вот Образно Чтобы мы Приблизительно Поняли Смысл Каждого Дара Вот меч Изготовление Меча Начинается С того Что нужно Добыть Руду То есть Где-то В каменоломнях В земле Мужики То есть Работают Добывают Эту руду Ее надо Плавить Опять же Это все Тяжелая Работа Выплавить Этот метал Сталь Сталь С которого Потом уже Кузнецы Выковывают Мечи То есть Вот меч Но меч же Это не железяка Ему нужна рукоять Из чего делали рукоять Дерево Кожа То есть И ему нужны Ножны Кожа Ножны делались Ну в то время Из такого Кожаного Материала Может быть Иногда Из дерева И Люди Которые Занимались Этим Это тоже Была их Профессия Как их Называли Кожевники То есть Это тоже Была Целая Ремесленническая Такая Вот Тема И Когда тебе Нужны Ножны Или нужна Рукоять Обращались Там Выточи Сделай Вот такие Масштабы Так вот Я верю Что Дар Пастора Он где-то Связан Вот с Ножнами С изготовлением Кожаных Изделий Но апостол Пророк И Учитель В большей мере Это вот эти Вот Тех Кто добывают Руду Плавят ее И выковывают То есть Более Грубая Такая Работа И вот этих Людей Истребили Истребили Соответственно Да С кожаными Мечами Не навоюешь Ничего Поэтому Шейте Эти Ботинки И Жилетки Это хитрый Это правильный Это умный Шаг Со стороны Врага И Израиль Должен был Ходить К филистимлянам К врагам Которые их Окупировали Которые их Ненавидели И За деньги Отдавать Точить Своем Значит Имущество К чему Это Экклесиаст Десятая Глава Вот к чему Экклесиаст Десятая Глава Десятый Стих Послушайте Если Железо Притупилось Ты его Не наточишь И ты его Не наточишь То придется Напрячь силы А нужна Была Мудрость Для того Чтобы это Исправить В Синодальном Писании Если притупился Топор То чтобы Рубить Придется Напрягаться Он тупой Но мудрость Умеет Это исправить Так вот Зачем Сегодня Ходит Божий народ В мир За то Чтобы наточили Их Лезвия Но Своей Мудростью То есть Церковь Божий народ Так скажем Идет в мир Чтобы найти Какой-то Мудрость Ну вот Что-то Не получается Ключи Прорыва Ключи Успеха Ключи Благополучной Жизни Исцеления И так далее Мир Предлагает Это В ассортименте Почему Туда Мы идем Да потому Что человек Без мудрости Жить не может Он обязательно Будет искать Ее Где-то Если Нет Божьей Мудрости Есть Мирская Но Это Две Совершенно Противоположных Мудрости То есть Мир Учит Божий Народ Своей Мудрости Которая Как правило Заключается Внимание В методологии Методы Вы все Знаете Эту Мудрость Намного Лучше Чем Божью Потому Что Божья Мудрость Для Мира Безумие Мир Предлагает Шаг Первый Шаг Второй Шаг Третий Методы Методы Поэтому Выдало Поклонствие Везде Что Методы Точно Вот Надо Именно Вот Так Вот Столько Плюнуть Через Левое Плечо Постучать Вот Столько Определенные Методы И Когда Люди Приходили К какому-то Божеству Они Знали Естественно Что Божество Что Надо Дать И Вот Эти Методы Переносятся На Библию Сегодня Но Проблема В том Что Бог Не Подстраивается Под Них Царство Божье Как Сейчас Мы Слышали Оно Не Подстраивается Под Нашу Жизнь Вот У меня Это 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 Давай Царство Божье Заезжай У меня Есть Тут Небольшой Чулан Для Тебя Как Гарри Поттер Где Там Жил Под Лестницей Давай Царство Божье Написано К Нему Все Приложится Оно Ни К чему Не Прикладывается Оно Слишком Большое Поэтому Где Где Работаю Это Все В Него Должно Попасть В Царство Божье И Все Остальное Написано Приложится Или Устроится Устройство Мирское Это Во всем Начиная С самого Маленького Ты устраиваешься На работу Рядовым Какое Желание Повышение Получить Вначале Ты Что там Консультант Какой-то Один из Десятков В магазине Потом Ты уже Главный Консультант Потом Ты уже Где-то Сидишь А не Ходишь Соответственно Растет Заработная Плата Потом Ты какой-то Менеджер Начальник Какого-нибудь Региональный Становишься И вот Как бы Куда-то Наверх Продвигаться Этому Учит Мирская Мудрость Но Божья Мудрость Она Безумная Для мира Когда Мы Написано Мы безумны Христа ради Что значит Это не значит Какие-то Дурачки Ведем себя Как Какие-то Умалишенные Нет Это значит Что мы Хотим того Что для мира Глупость Я Вчера Или позавчера Случайно В интернете Включаю Одну из Песен Сослужения Отсюда Со школы Христа Ну Было Это еще Ну Лет Года Три Четыре Назад И там Идет Идет Служение Вдруг Начинается Молитва За Украину Мы Начинаем Там По очереди Молиться И я Послушал И я Понял Это безумие Было То что мы Так молились В хорошем Смысле Потому что Мы туда Призывали Суды Огонь Потрясение На все Эти престолы Власти На все Уклады На Идолов Сейчас Уже Пройдя Несколько Лет Я понимаю Это Ну Нас Это коснулось Так же И Это безумие Просите Крести Меня Огнем То есть Пусть В моей жизни Начнутся Интересные Процессы Которых Нормальный Человек Никогда Не захочет Который Наоборот Как бы То есть Мудрость Мира Учит Как избежать Крещения Огнем Как обойти Крест Как найти Путь Наименьшего Сопротивления Как заработать Миллион Введите Это В поисковик Там будет Очень много Вам Вариантов Выдано Люди Ищут Легкий Способ Сейчас Часто Это везде Выдал Легкий Способ Как Накачаться За месяц Никак Да Ответ Но люди Ищут Этого И мир Предлагает Вот такие Вот Такую Мудрость Но Даже если Мы ухватим Эту мудрость Мирскую Научимся Пойдем Там где На курсы И пойдем И у нас Реально Начнет Нам Вести Опа Деньги Пошли Выздоровел Ты От чего Сменил Машину Такой Довольный То туда Это Там Это Не будет Никогда Угодным Потому что Мудрость Земная Это Противление Божьей Воле А что Если Воля Божья Вот Чтоб Ты На Шигулях Поездил Еще Да А ты Куда Ты Все Время Хочешь Избавиться Поскорей И Вот Ты Уже Там На Мерседесе Что Пусто Пусто Как То Вот Здесь Чем То Надо Заполнять Подух Филистимлянам Пусть Наточат Наточат И Они Натачивают Но Это Натачивание Не Служит Никогда Царству Божьим Истребление Апостолов Пророков И Учителей Ну Попали мы Вот Попали мы Жить Во время Когда Ну Нет Апостолов Пророков И Учителей Если Вы Уверовали 90 Годы Я Помню Как Это Начиналось И Когда Появлялись Пророки Пророки То есть Они То Есть И Вот Он Я Пророк Вася Ну Интересно Что Ты Хочешь Хочу По Пророчеству Не Не Надо Попробуй Только Так Васю Не Пускать Вы Не Хотите Пророческой Школы Как Дима Приехал Крюковский И К отцу Моему Подходит А вы Не Хотите Чтоб Я У вас Пророческую Школу Провел Отец Мой Говорит Во Хватит Нам Пророческих Школ Потому Что У нас Просто Была Пророческая Школа К тому Времени Одна Мы Очень Долго Расхлебывали Последствия И Церковь Сейчас Она Пророк А что Ты будешь Пророчествовать Я Не знаю Что Бог Даст Не Не Надо Такое Что Он Тебе Там Даст Апостол Апостол Так Вот Мудрость Все равно Нужна Божьему Народу Правильно Мы Где-то Будем Все равно Черпать Где-то Будем Вкушать Не Может Человек Без Мудрости Жить Это Как Компьютер Без Программного Обеспечения Он Бессмыслный Он Мертвый Когда Вы Покупаете Компьютер Без Виндоуса Знаете Включил Черный Экран Ничего Нет Я Не Понял Где Надо Поставить Программное Обеспечение Вот Это Есть Мудрость Кстати Как Сказал Женя Аноун В Библии Нету Какой-то Отдельной Премудрости Мудрости Это Уже Перевели Все На Дальнем Переводе Есть Одно Слово Мудрость Ну Просто Божью Мудрость Перевели Как Премудрость Превосходная Ну Чтоб Мы Не Ошиблись Уже То есть Это Как Она Хохма Да По-еврейски Хохма Мудрость Хохма Первая Иоанна Я прочитаю Четвертую Главу Первое Послание Иоанна Иоанн Много Чего Знал Интересного Он Говорил Любимые Не Всякому Духу Верьте Но Подвергайте Духов Испытанию От Бога Леони Это Как Это Как Это Как Этому Учат Пророки А Не Пастора Значит В мир Уже Ушло Много Лже Пророков Вот Как Вы Узнаете Что Дух От Бога Всякий Дух Который Признает Что Иисус Христос Пришел Облюченным В плоть От Бога А Всякий Дух Который Не признает Иисуса Не От Бога Но От Антихриста Которым Вы Слышали Что Он Должен Прийти И Вот Он Уже В мире Вы Детки Они От Мира И Поэтому Говорят На Языке На Котором Говорит Мир И Мир Их Слушает В Нас Есть Мир Еще Есть Есть И Вот Мир В Нас Он Очень Любит Мирскую Мудрость Ради Испытания Я Просто На Себе Проверил Возьмите Какой Нибудь Скачайте Вот Есть Очень Много Даже Не Скачайте В интернете Можно Найти Всякие Мотивационные Программы Сейчас Это Даже Целая Индустрия Вот Нанимают Психолога На предприятие И вот Так Вот Как Мы Тут Сидим Он Собирает Коллектив И Накачивает Чтобы Люди С Энтузиазмом Работали То есть Секреты Успеха Секреты Успешного Человека Десять Правил Успешного Человека Если Вы Откроете Эти Десять Правил Ну Я Образно Говорю Вы Найдете Много Что Понравится Чему-то В вас И я Помню Когда я Скачал На телефон И я Сидел Вот Это Произошло В аэропорту Ждал Там Думаю Время Есть Почитаю И читаю И думаю Надо записать Надо Потом Об этом Проповедовать И читаю Читаю То есть Такие Вот Правильная Мудрость Она Она Очень Отзывалась Внутри Очень Точно Точно Да Вот Так И вдруг Дух Святой Обличил Это Мерзкая Мудрость Эта Мудрость Никогда Не будет Служить Богу Она Прославляет Тебя Она Прославляет Твою Силу Она Направлена На то Чтобы Ты ходил Самодовольный И Самодостаточный Чтобы Все На тебя Смотрели И говорили Вау Я тоже Так Хочу Я Удалил Сразу Эту Программу Я Сел Слушай Действительно Прославляется Эгоизм Прославляется Мои Похоти Мои Амбиции Кто-то Сказал Мои Амбиции Мои Амбиции Один Проповедник Вчера Недавно Сказал Я Свои Амбиции Защищаю И Я думаю Что Действительно Наши Амбиции Им На крест Пора Нашим Амбициям А Божья Премудрость Вот она Здесь Описана У Божьих Людей Она Какая-то Другая Они Говорят Унижающий Себя Возвышен Будет Уже Не Привлекательно Сразу Такой Тема Семинара Как Унизится Как Унизится Пониже Мало Придет Людей Мне кажется Такой Провальный Семинар Унижай Да Будь Всем Слугой Да Будь Всем Слугой Хочешь Будь Всем Слугой Хочешь Да Быть Выше Стань Ниже И так Далее Забираешь Дай Еще Рубашку Да Снимай Дай Еще Рубашку Отдай То есть Очень Много Такой Нелогичной Мудрости Ну почему Она нам кажется Нелогичной По одной причине Мы живем В атмосфере Мирской Мудрости Где сказали Вот это Нормально Все остальное Все остальное Ненормально Но там Все наоборот Что высоко У людей Мерзость Послушайте Это не просто Мерзость Помните Когда мы Смотрели Это слово Это как Ну вот как Отвратительно На что даже Смотреть Не хочется Не то что Трогать И вот Человек Исполненный Мирской Мудрости И он Что-то Богу Предъявляет Типа Используй Меня Окей Но мне Придется Все разрушить На что Ты надеялся Апостол Павел Он сказал Четко Что Богу Пришлось Все Обратить В ссор Помните Все Ради Христа Я все Что было Для меня Высоким Я за ссор Почитаю Опять же Там написано За дерьмо А не за какой Не за ссор Никто Из нас Не любит С дерьмом Иметь дело Никто Даже когда Ты влез Куда-то Уже неприятно Не говоря То что Руками Это трогать Положи Еще там В карман И мы Говорим Господь Вот я Пошли Меня Давай От дерьма Отмоемся Как это Это же Принципы Они работают Да Они работают Вот в чем Их Коварство Они работают Эти принципы И можно Разбогатеть Можно И можно Стать успешным Можно Работу Себе Какую-то Бизнес Начать Можно Основываясь На мирской Мудрости Ведь она Работает Сколько Олигархов Сегодня Но Чистой Она Никогда Не будет Никогда Но Если Даже Нам Удастся Остаться Чистенькими В этой Мирской Мудрости Самое Главное Она Не Приспособлена Это Сено Это Сено Оно Сгорит От Божьего Присутствия Господь Господь Я Тебе Трон Построил Но Я Только Приду Он Сгорит Куда Мне Сесть Я Дом Тебе Воздвиг Вот С кустов Нарубил Поставил Вот Мы Говорили Да Уже Не раз Быстрый Способ Построить Дом Это Шалаш Больше Нет Быстрых Способов Все Остальное Нужно Время И Это Стоит Мудрость Смотрите Мы считаем Дальше Мы же От Бога И тот Кто знает Бога Нас Слушает А кто Не от Бога Нас Не Слушает Вот Как Мы Можем Узнать Духа Истины И Духа Заблуждения Поэтому Мудрость Мира Это Ничто Иное Как Дух Заблуждения Уводящий От Бога Если Дух Истины Приближает Нас Богу Дух Заблуждения Уводит Подальше От Бога И Когда Ну Мы Можем Конечно Сказать Вот Великий Человек Достиг Чего-то Там Психолог Спортсмен Какой-то Бизнесмен Он Еще Использует Правильные Принципы Если Это Мудрость Начальца Власти Этого Века Она Уведет Нас Просто От Бога Но Не В Пустое Место А К Другому Богу Иисус четко Его Обозначил Ма Мо На В конце Концов Все Эти Бражения Приводят Человека К Поклонению Мамоне Мамона одно из переводов обожествленная жадность обожествленная Бог всемогущ конечно он может достать любого человека из любого идола поклонства но зачем тогда нам вот здесь все написано зачем Дух Святой послан чтобы нас как головня с огня оттуда спас Господь уже в последние дни любой человек он по любому будет искать мудрости нету кузнецов или их очень мало Бог их поднимает сегодня слава Богу проблема знаете что ну вот сейчас Крым, Украина, Россия сложные отношения но есть люди предприимчивые они на этом научились зарабатывать плевать им на патриотизм бабки о мы патриоты 100 долларов давай прощай то есть кто-то на этом поэтому конечно на сегодняшний день в самом Божьем народе уже провайдеры целые появились посредники между филистимлянами и народом Божьим давайте мы заточим вам ваши сошки у нас самые лучшие точильные пойдемте и вдруг появляется кто-то говорит я кузнец давай не надо тебе когда мир ходить давай я тебе сделаю бесплатно как вы думаете провайдерам это выгодно ты что бизнес под угрозой помните они в Ефесе сказали кто поднял бучу-то против апостолов торгаши торгаши но прикрывались они великими вот богиня богиня ну и наш бизнес придет в запустение не хотят люди покупать больше эти серебряные храмы статуэточки наши богинь поэтому безусловно было бы очень наивно думать что прям с распростертыми объятиями народ Божий встретит кузнецов без мечей жить намного легче я хочу сказать вот ты под оккупацией под гнетом под демоническим вот этим давлением ходишь что там филистимляне все в порядке все в порядке мечи есть ножи есть не-не-не-не-не-не иди поешь вдруг у тебя меч все уже ты мимо не пройдешь меч это уже угроза и враг да вот мы говорим пусть слава твоя покроет нас сейчас пели пусть твоя слава сойдет пусть твоя слава сойдет слава она привлекает не только ангелов не только перья будут сыпаться да вот на служениях сыпятся перья кстати вчера на днях сидел думал что перья да вот ангелы пернатые или что да вот перья именно причем ну пускай да если это работает там не только там демонов столько соберется вокруг сразу для меня апостол сказал открыто большая дверь и противников много закрыта дверь ноль противников наши сегодняшние страдания они очень относительны иногда они нас угнетают иногда можно жить в депрессии даже ну подумайте подумайте о вечности подумайте об апостолах подумайте о том что нас в перспективе ожидает и все это временное окажется пух ооо такая проблема где взять деньги а что с ним он этого не видит ну я не знаю может ему надо что-то там он же не идол которого задобрять надо чтобы он что-то дал подожди подожди давайте вот так моя жизнь под его контролем или нет да или нет ну да ну если да то тогда он наверное заботится обо мне если где-то что-то какой-то вот тупичок он он это также видит он видит он знает да нам нужны деньги нам нужно исцеление это это все нужно что нам делать доверять уповать ожидать благодарить господь господь не исцеление исцеление я все равно остаюсь верным моему богу и продолжаю верить что его имя рафа целитель а что если а что если он не банкомат так я 10 шагов прошел господь все где мое исцеление все здесь развязался этих простил этих отпустил это все все открыл все посты все а вы получали иногда исцеление не молясь за это да вот что то забыл даже уже бац ничего не болит прошло может он так он все может да он сказал просите и дано будет вам вот лежит перед тобой нужда допустим счет какой-то нужно оплатить посмотрел по карманам ничего господь ты видишь я просто уповаю на тебя каким-то образом мы пройдем это ну мы же 20 лет уже здесь ну каким-то образом то мы вспомните было же и похуже а будет еще похуже поэтому сейчас учимся уповать уповать он иногда специально оттягивает время чтобы мы это время вообще время проведенное в уповании оно меняет нас меняет наше нутро когда ты день два неделю идешь в уповании надежде ожидании меняется нутро и потом когда приходит ответ приходит решение ты ты уже другой чем если бы это пришло мгновенно он работает с нами для вечности вот так вот хорошо кузнецы кузнецы это тяжелая работа можно скачать видеоролик и посмотреть что делали кузнецы тяжелая работа тяжелая работа да сейчас уже есть эти электрические молоты которые вместо них но раньше их не было поэтому у ребят были хорошие плечи плечи были шикарные у кузнецов вообще маленьких не было кузнецов ребята работали жара грязь вот эта вот постоянно но потом когда это изделие выходило не подумаешь что оно сделано в такой вот атмосфере давайте мы помолимся за восстановление и утверждение снова этих даров в теле я не знаю как где не знаю ну мне тяжело я знаю что в Ялте хотят в Севастополе этого хотят мы этого здесь хотим где-то может это и не нужно где-то может никто не просит не видит проблемы даже в этом нормально достаточно психология мораль что там ум честь и совесть все достаточно какие-то моральные принципы зайдите вот о человеке очень много говорит говорит его вот эта страничка вконтакте это просто красота чего ты хочешь там все видно что тебе интересует музыку посмотрите поэтому все прячьте все все прячьте группы посмотрите группы зайдите посмотрите что интересует человека что он слушает что он смотрит что ему нравится и вы увидите что очень многим верующим они ничего не ждут оттуда особо нету никакой жажды о приди приди это тут только так но остальные дни недели там что там кино бабочки там пряники господь мы молимся в соответствии с твоим словом и в соответствии с тем что ты открываешь для этого времени чтобы снова эти кузнечные дары для дома твоего для тела твоего были восстановлены и твой народ был вооружен но не земной мудростью а небесной которая превосходнее и сильнее мудрости начальства властей века которая ведет на крест сначала а потом на престол и мы молимся господь чтобы нам избирать эту мудрость и чтобы через этот выбор становилась известная твоя премудрость начальством властям чтобы в этом противостоянии поднималась живая церковь невеста которая не только блистающая как заря не только яркая как солнце и прекрасная как луна но также грозная как армия со знаменами закаленный воин закаленный в битвах тот кто побеждал тот который даже терпя поражение вставал и побеждал который не слился и не сдался не стал просто планктоном в этом мире вместе со всеми остальными мы молимся и благословляем тех неудовлетворенных которые сегодня ищут большего которые не нашли покоя в этом отечестве в земном и ищут небесного ищут божьего ищут вечности мы молимся Господь чтобы никто из них не успокоился пока не войдет вечное царство твое чтобы никакие земные блага не смогли затмить эту вечную перспективу мы молимся чтобы суета не смогла украсть твоих драгоценных божьих детей от великой награды которую ты приготовил для любящих тебя в небесном Иерусалиме мы молимся Бога о восстановлении апостольского стандарта для церкви об утверждении церкви на основании апостолов и пророков соединения со Христом как с краеугольным камнем чтобы никто не искал легких путей быстрых путей но был готов потратить годы годы пустыни годы поношений годы закалки годы испытаний для того чтобы как стрела выстрелить в конце своей жизни и принести плод для тебя для твоего вечного царства войдя туда как побеждающий чтобы наследовать все что ты имеешь для нас слава тебе Бог ух слава тебе Господь слава тебе Бог наш аминь да мудрость мудрость земная она даст нам заточенные цапки серпы для кого работал Израиль для филистимлян филистимляне приходили забирали дань со всех урожаев поэтому им надо было чтобы вы там рубили дрова обрабатывали поля собирали пшеницу и мы это кушали но никогда они не дадут мечи делать мечи не дадут почему мы не слышим ну то есть или духовная война это развлекаловка ее знаете как специально делают какой-то ну так чтобы ты посмотрел и сказал да фонарь это все потому что как только появляются мечи у божьего народа он уже тебе жатву не даст свою просто так взять он уже начнет думать подожди подожди Вильям Волос смотрели храброе сердце пойдем навстречу пойдем и мечи под седла спрятали где-то там под крышей хранили потому что англичане не разрешали иметь меч вооруженный человек это потенциальная угроза и в конце концов они свергли оккупацию Англии и завоевали свободу когда никто не верил в это нужно оружие и только божьи кузнецы дадут божьему народу мечи и копья для войны и научат сражаться сейчас вот именно та ситуация когда этого еще мало и с этим еще можно бороться я имею ввиду божьи кузнецы где-то какие-то очаги с этим можно бороться можно очернять чтобы верующие смотрели на них какие-то еретики безумцы и вообще бесы там бесы знаете вот как правило это дьявол это бесы пойди посмотри там бесов найди сам зайди понюхай где там бесы все бесы пастор сказал это бесы все все заблуждение это раз стратегия второе бомбить убивать как только враг узнает где-то кузнец все силы бросить зарубать этот один может вооружить десятерых с одним легче справиться чем с десятью вот так вот поэтому пусть поднимаются пророки апостолы учителя и божий народ учится как Давид говорит ты научаешь мои руки брани войне ты научаешь его имя Саваоф тем славнее победа чем тяжелее она когда выходил Тайсон в ринг из одного удара уничтожал противника немного было славы в этой победе но когда была борьба и ты сам повалялся в нокаутах несколько раз и потом все-таки победил там много славы в такой победе и после таких тяжелых боев вы заметили что даже поверженный враг подходит и обнимает как правило это это достойный будет то есть это не была какая-то легкая прогулочка помните что Павлов говорит когда ты уходишь с ринга выглядишь чуть-чуть лучше чем тот кого ты побил чуть-чуть да у того оба глаза закрыта у тебя щелочка в одном осталась такое видели эти чемпионы стоят глазов нет аллилуйя поэтому давайте не будем думать что как бы с врагом битва будет такая легенькая он легкой прогулки не будет он знает что ему осталось немного будет до конца царапаться но Бог с нами вы когда начинаете вот кто боксом занимался кто-нибудь пару да бойцы сидят смотри когда ты только пришел да слушай у меня хорошо получается я хочу выступать с кем будешь выступать с нижшим дивизионом ну невозможно человека попасть в высший дивизион это невозможно я хочу с чемпионом мира драться я готов тренер скажет ты не готов я тебя не выпущу тебя никто не пустит но по мере того как мы растем ведь это не только боксер решает решает его тренер он смотрит так давай вот это ты сможешь это по силам поэтому Господь он нам дает те битвы к которым мы уже готовы если битва началась в вашей жизни значит вы готовы к ней иногда вас мутузят кидают по этому рингу как тряпку но приходит момент когда ты все хватит уже все когда первый раз вот я думаю что это тоже с духовной войной связано когда первый раз я помню что попал вот с незнакомой командой на поле ты смотришь здоровые такие шайбы стоят напротив тебя такие злые вот они они ждут чтобы накинуться и такое аж страшно и бежишь такой раз и сидишь на попе потом ну это от страха все проходит время и становится вообще фиолетово какой там шайба стоит вообще не имеет значения ты понимаешь ну страха уже нету он куда-то там выветрился но в начале страшно поэтому мы растем мы растем Давид сказал что я душил львов и медведей душил львов и с этим необрезанным будет то же самое он же такой большой ну и что я львов душил и медведей причем не по своей воле они и сами захотели он же говорит забирал и уходил если хватало ума кинуться я говорит овечка подожди знаете пацан душил львов и медведей это ж не шаулин какой-то не хонгельдон это божье на нем было божье присутствие представляете папа ну-ка ангел и смотри Давид душит льва смотрим смотрим это мой да вот мой сынок давай от опыта от опыта ну любой спорт мне кажется шахматы даже выйдешь ты первый раз коленки дрожат на какой-то вот ну турнир тем более какие-то контактные боевые виды спорта я не забуду когда вышел первый мой по карате турнир и вот такой вышел вот такой маленький вышел и мне так страшно стало он какой-то брусли наверное что он против меня большого вышел такой маленький в кимоно у меня кимоно еще не было он в кимоно такой опа и он на меня побежал и я как с испугой его ударил и все закончился я просто ногой его ударил от страха а он оказался ну просто обычный человек и раз и бой закончился поэтому а потом конечно уже не страшно когда с большими повалялся дядьками ну я имею ввиду на ринге уже потом думаешь ладно здесь уже мастерство начинает работать и техника а не везение давайте что там